Бывает такое, мы сталкиваемся с людьми иногда, когда он любит играть на публику, что-то выкрикивать, высказывать, чтобы его заметили. В этой ситуации ты видишь, что у него нет внутри намерения ради Всевышнего Аллаха что-то тебе сказать, у него нет ихласа. Он хочет, чтобы его заметили, чтобы на публику. Такие бывают люди, сталкиваемся мы иногда. Имам Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин, учитель Ахмада в области хадисы, пошли зашли на мечеть обеденную намаз в мечеть Ар-Русафа в Ираке. В то время были разные течения, разные секты, были такие, которые придумывали хадисы и рассказывали за деньги. Но Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин были известны в свое время как великие ученые, как мухадисы, как хадисоведы. Но не было в то время видеокамер, не было телевидения, никто их на лицо не знал. И встает этот человек после намаза и начинает, Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин присутствуют в мечети. И начинает говорить, рассказал мне Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин. И начинает придумывать хадисы. Они друг на друга смотрят и говорят, ты ему такие хадисы говорил. Говорит, я не знаю таких хадисов. Говорит, может быть, ты сказал, я сейчас только услышал такой хадис. Опять же, смотрите, из адаба, из нравственности, из поведения ученых, они не встали, не начали кричать, ты что говоришь, мы тут, мы здесь. Не говори от нашего имени. Хотя могли бы так сказать, так как пророк Мухаммад сказал, То, кто обо мне лжет, им уже готовлено место в воду. То есть это необычные слова о каком-то другом, а пророке Мухаммад. Он закончил. Они вдвоем подошли и спросили, кто тебе рассказал эти хадисы? Может, нам послышалось. Он опять говорит, мне рассказал Ахмад бин Хамбаль и Яхья бин Маин. Тогда говорит, я Яхья бин Маин, это Ахмад, мы тебе не говорили. Смотрите, как он выкрутился. Он говорит, вы что думаете, что вы одни, что ли, Ахмад бин Хамбаль и Яхья бин Маин? За свою жизнь я встречал 17 Яхья бин Маина и 17 Ахмад бин Хамбаль. Вот такая история Хамбалийский мазхаб на сегодняшний день практикуется больше на Аравийском полуострове в странах Саудовской Аравии, Кувейт, Бахрейн, Катар и так далее. Ахмад бин Хамбаль был, если посмотреть по истории, последним из четырех мазхабов.